За победу над Германией, за взятие Берлина, за отвагу. Медали только на фотографии. После смерти ветерана награды потерялись. В семье сохранились только удостоверения к ним. Ивана Яковлева призвали на фронт в 41-м году. И почти сразу же он попал в плен. Небольшая группа солдат заблудилась в лесу. Плутали 8 дней, питались ягодами, травой, искали хоть какой-то населенный пункт. Девятый день, они вышли голодные, обессиленные, утомленные, какой-то небольшой деревушке. На четвереньках доползли до крайней избы и постучались. Оттуда вышли фашисты и поволокли их. В лагере для пленных Иван Яковлев вошел в состав подпольной группы. Первый побег, который был организован при помощи местных партизан, не удался. С собаками полицейские погнались за пленными. Кричали, орали, догнали. Собак долго не останавливали, те терзали, кусали. И только во второй раз Ивану Яковлеву удалось вырваться из плена. И он вернулся на фронт. В потрепанном военном билете весь боевой путь. Карельский, Белорусский, Украинский фронт. Иван Яковлев дошел до Берлина и принимал участие во взятии Рейхстага. И даже сумел оставить там надпись. Рейхстаг брал чуваш вместе со всеми. Чуваш Яковлев Иван Семенович. Пусть никогда не будет больше войны. До войны Иван Яковлев был председателем колхоза. А вот после возвращения должность эту уже занять не смог. Бывшим военнопленным не положено. Василиса Ивановна бережно хранит память об отце. Отреставрировала фотографии. Каждый год участвует в шествии бессмертного полка. На видном месте на стене висит балалайка, которую ветеран войны смастерил сам. В этом году пройтись с портретом героя по улицам города не получится. На 9 мая потомки Ивана Семеновича обязательно вспомнят о его подвиге и поблагодарят своего победителя. Надежда Андреева, Алиса Александрова, Михаил Солин, Вести Чапоксары.